Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начнём читать Корнея Чуковского. Он написал очень много знаменитых стихов. И сегодня первое стихотворение и проза всё вместе у него здесь. Приключения Бибигона. Так как их семь приключений, то я буду читать в каждом видео одно приключение. И сегодня первое. Посмотрите, какой маленький Бибигон. Вот это катушка ниток, а он почти такого же роста. Бибигон и брундуляк называются. Я живу на даче в Переделкине. Это недалеко от Москвы. Вместе со мной живёт крохотный лилипуд, мальчик-спальчик, которого зовут Бибигон. Откуда он пришёл, я не знаю. Он говорит, что он свалился с луны. И я, и мои внучки, тата и Лена, мы все очень любим его. Да и как же, скажите, его не любить. Тоненький он, словно прутик. Маленький он, лилипутик. Ростом бедняга не выше, что этой маленькой мыши. И каждый может ворона, шутя, погубить Бибигона. А он, поглядите, какой боевой, бесстрашно и дерзко бросается в бой. Какой смелый, хотя и очень маленький. Со всеми, со всеми готов он сразиться и никогда никого не боится. Он весел и ловок. Он мал и удал. Другого такого я век не видал. Глядите, он скачет верхом на утёнке с моим молодым петухом в перегонке. И вдруг перед ним его бешеный враг, огромный, грозный индюк Брундуляк. Вот такой индюк тут. И крикнул индюк Брундулю, Брундулю, сейчас я тебя зарублю, задавлю. И всем показалось, что в эту минуту смертельная гибель грозит лилипоту. Но он закричал индюку на скаку, сейчас отсеку твою злую башку. И прыгай, и прыг, и шпагой взмахнув своей боевую, на индюка он помчался стрелою. И чудо свершилось. Огромный индюк, как мокрый окурился, съёжилось вдруг. Попятилось к лесу, за пень зацепилось, и вниз головой в канаву свалилось. И все закричали, да здравствует он, могучий и храбрый боец Бебегон. Но прошло всего несколько дней, и Брундуляк снова появился у нас во дворе. Надутый, сердитый и злой, страшно было глядеть на него. Он такой огромный и сильный. Неужели он убьёт Бебегона? Увидев его, Бебегон быстро вскарабкался ко мне на плечо и сказал. Вот погляди, стоит индюк, смотрит яростно вокруг. Но он, но ты не верь своим глазам. Он не индюк на землю к нам, сюда спустился. Он тайком и притворился индюком. Он злой колдун, он чародей. Он может превратить людей в мышей, в лягушек, в пауков, и в ящериц, и червяков. Нет, сказал он. Сказал я, он совсем не колдун. Он самый обыкновенный индюк. Бебегон покачал головою. Нет, он колдун. Подобно мне. И он родился на луне. Да, на луне. И много лет со мною рыщет он вслед. И хочет превратить меня в букашку или в муравья. Но нет, коварный брундуляк, со мной не справишься никак. Я шпагой доблестной моей всех заколдованных людей. От злой погибели спасу и голову тебе снесу. Вот такой он добрый и бесстрашный, маленький мой Бебегон. Вот такое было приключение первое. А теперь до встречи. Послушаем, что было у него во втором приключении. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. И до свидания.